Всем привет! Сегодня у нас распаковка и обзор очень классного планшета. Это новинка к концу этого года, которая может похвастаться абсолютно всеми характеристиками за небольшую цену. Все ссылки я оставлю в описании к этому ролику на проверенного продавца и более подробную информацию о самом планшете. Итак, при вас самый первый раз распаковываю эту посылку, так как она приходит. Упаковано плотно и хорошо. Это планшет фирмы Oskal. Доехала посылка просто отлично. Планшет абсолютно ни разу не вскрывался. Полностью в запаянной пленке. Модель планшета Oskal Pad 16. На задней стороне упаковки мы видим некоторую информацию о планшете. Это планшет практически 11-дюймовый. Восьмиядерный процессор. Фронтальные камеры 2 по 13 мегапикселей. Батарея 8200 мАч. 8 гигабайт оперативной памяти. Плюс еще ее можно расширить до 8 гигабайт и будет в общей сложности 16. И внутренняя память 256 гигабайт. Ну, более подробнее и наглядно мы, конечно же, сейчас все перепроверим. Давайте уже распаковывать сам планшет и посмотрим, что находится в комплектации. Итак, сверху у нас защитное стекло. Даже не пленка, а реально защитное стекло. Вам уже не понадобится покупать, дополнительно искать под него какой-то нужный размер или отдельно заказывать. И смотрим, это чехол книжка. Сразу же планшет запакованный в этот чехол. И сверху наклеена заводская пленка. Свет у нас звездно-голубой. Смотрится очень даже неплохо. Давайте пока сам планшет оставим в сторонку и посмотрим вначале на саму комплектацию, что у нас в середине. Итак, блок питания. 18-ваттный. Это означает, что планшет будет очень быстро заряжаться и поддерживает быструю зарядку. Сам блок примерно по размеру средний. Кабель USB Type-C. В комплекте также есть стилус. На вид очень красивый, полностью металлический. Каких-то дополнительных функций в нем нету, но выглядит очень красиво и имеет с двух сторон магниты. Дальше обычная инструкция по планшету на разных языках и фирменная скрепка. Для открытия лотка SIM-карты. И больше ничего нету. Итак, давайте посмотрим сам планшет. Планшет весит приблизительно 490 грамм. Полностью металлический. Давайте снимем пока чехол. И вот здесь, я так понимаю, у нас наклеена еще дополнительная пленка. Вот здесь нужно будет аккуратно снимать за вот этот ярлычок. И прямо из завода у нас получается поклеенная, очень красиво, без всяких пузырьков, пленка. То есть, у вас изначально израсходуется пленка, допустим, за 2-3 месяца, возможно, даже и больше. И потом вы можете снять вот эту защитную пленку и наклеить уже более серьезную защиту. Это стекло, которое было в комплекте. И давайте пробежимся, что у нас находится на самом планшете. С правой стороны у нас вверху кнопка включения-выключения и качелька громкости. Дальше внизу планшета находится лоток для сим-карты и для флеш-карты. Два больших стереодинамика и разъем Type-C. И в левом нижнем углу еще добавили разъем 3.5 Jack, что очень классно. Можно пользоваться абсолютно любыми наушниками или подключать планшет к каким-то колонкам или к другим устройствам. В общем, этот разъем спасает во многих ситуациях. С левой стороны планшета у нас микрофон, который отвечает за запись звука и за разговор, если вы будете пользоваться каким-то оператором или сим-картой. И в самой верхней части планшета еще расположено два дополнительных динамика точно такой же величины. То есть в общей сложности у нас 4 динамика. Спереди у нас фронтальная камера на 13 мегапикселей и больше ничего такого нет. Давайте запускать первый раз планшет. Итак, что касается первого запуска планшета, там все по стандарту, как и во всех телефонах. Выбираете язык, подключаетесь к Wi-Fi, устанавливаете последние обновления, если они есть. И нас приветствует вот такая стандартная заставка. Я уже успел попользоваться планшетом, поустанавливал различные игры, наскачивал различных приложений, видео, аудио и тому подобное. И давайте я подробно расскажу, что же он представляет сам из себя. Первый чехол книжка. Смотрите, она идет в подарок, она идет комплектная. Вроде бы ничего такого, но здесь, вот здесь есть магнит и магниты вот здесь. То есть при закрытии планшета, планшет самостоятельно тушит свой экран. Это очень удобная функция. Второе. Можно чехол делать как подставку. То есть вы делаете вот таким образом соединение в виде треугольника. Оно примагничивается и отворачиваете его назад, вот таким образом. И планшет может самостоятельно стоять на твердой поверхности и не падать. Даже если его толкаешь, то есть в принципе вроде бы такая небольшая подставочка нижняя, но работает очень добросовестно. И можно спокойно смотреть фильмы и даже играть в какие-то игры. Чехол в общем мне понравился. Можно чехол еще собирать в другую сторону, вот таким образом. Но магнит тогда держит не очень. Дальше, что касается автономности работы батареи. Здесь установлено 8200 мАч. Вот заходим в раздел батареи. Сейчас у нас 57%. При том, что я не пользуюсь уже больше чем полдня. И еще пишет, что осталось на 14 часов приблизительно. По заявленным данным производителя, планшет спокойно выдерживает 10 часов при очень активном пользовании. То есть это постоянно нужно играть в какие-то игры, смотреть какие-то видео. Постоянно клацать, искать какую-то информацию. В общем 10 часов это очень добротный результат. Когда я его получил, там приблизительно было 70% батареи. Я его полностью посадил, практически до 1% и поставил на зарядку. Можно сказать, что от 0 до 100% он зарядился за 2 часа и 17 минут. Я считаю, что это очень хороший показатель при емкости 8200 мАч. В общем на день 100% у вас будет хватать заряда для любых задач. Что касается дисплея, размер 10-51 дюймов, практически 11 дюймов. Края по бокам небольшие, но это сделано для того, чтобы когда вы берете планшет, чтобы нормально ним пользоваться, нужны все-таки края, хоть и небольшие, чтобы ничего не нажимать. В общем полезной площади экрана 83%. Это очень-очень хороший показатель для планшетов. Разрешение экрана 1920 на 1200. Что касается камер. Камера передняя на 13 мегапикселей. Понятное дело с автофокусом и с другими функциями, которые нужны для селфи, для видеозвонков и тому подобное. И она, кстати, с диафрагмой намного шире и намного лучше, чем задняя камера. Но задняя камера тоже на 13 мегапикселей. Все фото и видео сняты на эту камеру и на переднюю в том числе я оставлю в самом конце ролика. Можете посмотреть на примерное качество. Там будет нормальное качество при хорошем освещении. А переднюю камеру сделали лучше для того, чтобы намного было удобнее делать селфи и разговаривать по видеосвязи. Также здесь расположена специальная система стереодинамиков. Два снизу и два сверху. Звучат очень круто. Можно переключаться на монозвук, но я думаю, мало кто захочет такое делать, потому что качество звучания выше среднего. И что самое главное, очень и очень громкое. Итак, давайте немножко пробежимся по железу. Посмотрим через AIDU64. ОЗУ у нас показывает оперативной памяти 8 ГБ. Но она расширяется до 16. Я вам сейчас это покажу. Центральный процессор 6 ядер Cortex-A55 1.6 и 2 ядра Cortex-A75 1.6. Процессор Unisoc Tiger T606. То есть это средний по мощности процессор. Главное, что он 8-ядерный. Вот показаны частоты работы процессора. Этого больше, чем достаточно для практически любых задач. Для игр, для просмотра разного видео, для видеосвязи. В общем, в принципе, для всего. По отображению, смотрите, разрешение экрана, так как я и говорил, плотность пикселей 217 dpi и графический процессор Mali-G57. Батарея 8200, то есть, в принципе, так как заявлено. На борту у нас сразу Android 13. Что еще интересно с функцией этого планшета? Этот планшет поддерживает сертификат Widevine L1. Что это означает для вас? То, что если вы любите смотреть разные сериалы, фильмы, мультфильмы, просто какое-то видео в хорошем разрешении, на таких площадках, как Amazon Prime, на Netflix, на Display Plus и в общем, таких платформ еще очень-очень много, у вас автоматически и бесплатно будет показываться в максимальном разрешении 1080p. Для тех, у кого нету такого сертификата, имеется в виду для других планшетов, которые это не поддерживают, там будет максимум 720p и при этом, если они захотят посмотреть в более хорошем качестве, им придется за это платить. Для этого планшета это будет абсолютно бесплатно. Дальше этот планшет вам может стать персональным помощником и заменить практически полностью персональный компьютер. Заходим в настройки и вот здесь с левой стороны мы находим режим ПК. Включаем его, вот здесь активируем вот такой ползунок, включить и смотрите, у нас прям как Windows, внизу есть строка, здесь с левой стороны меню, можно подключать беспроводную мышку и беспроводную клавиатуру и спокойно работать прям как на Windows. Из плюсов то, что здесь можно открывать очень и очень много различных окон, точно так же, как вы делаете обычно на компьютере. То есть, допустим, вот запустили калькулятор, можно запустить еще дополнительно аудиоплеер, вот он свернутый в виде ярлыка. Можно запустить еще календарь, допустим, и все одновременно пооткрывать. Я вот понажимал и, в принципе, все это можно расположить по экрану так, как вы хотите и сделать любой размер. По вашему требованию можете одновременно запустить YouTube, либо что-то еще смотреть и что-то делать. Но в основном ним удобно пользоваться, когда, конечно же, есть Bluetooth-мышка и Bluetooth-клавиатура. Дальше есть улучшение видео. Заходим в настройки, заходим в экран, улучшение изображения видео. И вот здесь, смотрите, показаны платформы, допустим, можно улучшить на YouTube и на других платформах. Здесь они будут добавляться. В общем, когда вы скачиваете какие-то приложения, которые воспроизводят какой-то видеопоток, то вы можете активировать вот такую функцию улучшения качества видео. Вот посмотрите на картинку. Я вот сейчас выключаю и вот таким образом включаю. Тоже очень полезная функция, особенно для тех, кто смотрит YouTube. Конечно же, на данном планшете можно спокойно рисовать, использовать его для работы, для учебы, но и просто для развлечений, для игр. Давайте посмотрим, как идут игры. Вот Asphalt 9, допустим. Картинка просто шикарная. Смотрите, абсолютно ничего не тормозит. Играть, конечно же, само удовольствие. Даже при каких-то активных сценах, смотрите, все взрывается, все рушится, и картинка ведет себя очень и очень плавно. Игра в распакованной форме занимает более чем 3 гигабайта и спокойно, без всяких тормозов работает. Это очень круто. Давайте попробуем следующую игру. Вот, например, бои. На слабых телефонах и на слабых планшетах идут разные притормаживания. Здесь, в принципе, все плавно, все хорошо работает. В общем, планшет, конечно же, не игровой, но все-таки он выдает очень классные показатели, и играть можно спокойно практически в любые игры. Если вы хотите играть в онлайн-игры наподобие PUBG Mobile, какую-то контру и тому подобное, то это все тоже спокойно будет тянуть. Если вы хотите ускорить еще больше работу вашего планшета, вам нужно зайти в стандартные настройки. Вот здесь листаете и ищите о планшете, и находите вот здесь оперативную память. Заходим сюда. По стандарту здесь 8 гигабайт памяти, но при том, когда вы распаковываете планшет первый раз, здесь будет стоять дополнительно 3 гигабайта. Вам просто навсего нужно поставить 8, еще дополнительно, чтобы было в общей сложности 16, и просто перезапустить планшет. Что касается связи планшета, планшет поддерживает 3G, 4G LTE, в интернете работает абсолютно нормально, скорость выдает то, что надо, и можно ставить или две сим-карты, или одну сим-карту и флешку до 1 терабайта, при том, что внутренней памяти здесь 256 гигабайт. Однозначно планшет рекомендую. Подписывайся на канал, пишите комментарии.